друзья всем привет сегодня такой коротенький видосик по установке рулевого редуктора в принципе ничего особенного сейчас покажу просто может кому-то будет интересно если интересно смотрите видос до конца но если не интересно друзья ну ну не смотрите что поделаешь вот еще небольшой будет анонсик в конце об этом об этом видосе лана хорреля погнали смотреть что я тут натворил так значит что было сделано сделано было вырезана пластина вот просверлены отверстие к ней к ней в ней от версии сказать дырка так опять будут пальцем тыкать у дырка от во версии мужики от версии до по размеру внутри аночки вот сколько было столько столько я сделал сколько надо все по месту трактор переворачивал на бок при помощи крана никаких проблем для удобства варивания вот сначала прихватил потом снял редуктор пока у меня держится на двух болтах третий не ставил потому что буду его еще снимать ну и соответственно проварил там где мне нужно при этом длина вот этой сошки не изменилась я ее здесь не перегинал единственно упоры отрезал что с этой стороны что сзади и на валу срезал спаренные шлицы то есть и болгарочка прошелся их сточил все теперь сушка у меня на шлицах поворачивается в любом положении ставится вот ее можно было поставить сейчас она выкручена при помощи вот этой мощной дрели на тысячу киловатт да вы не ошиблись это тысяча киловатт как минимум точнее да я не ошибся о чем речь о чем ставить любом положении вот хотя ее можно было поставить и ближе туда она становится и сюда и сюда в любом но вот самое такое место нашел для нее на шлицах чтобы колеса адекватно работали выворот был полным я имею ввиду возможно как можно возможно сильно его колеса вывернуть при этом чтобы вот этот угол вот я и и сошка не уходили туда в отрицательный угол чтобы не было как показать закуса все но это сушка уже не дает колесу дальше повернуться при этом проверил поднимал вот на передке висит стропа поднимал проверял качение сейчас не буду никому ничего доказывать показывать можете поверить на слово потому что я устал уже это все дело ворочить кому-то что-то доказывать не верите не верьте это дело каждого ну я вам так скажу здесь все хорошо при полном качении как в прошлом видосе я показывал колесо отрывается 30 сантиметров от земли и упирается балка в раму нигде не закусывает нигде ничего не упирается все замечательно я просто не хочу на это тратить время вот свое и ваше тем более так надо включить сейчас мощнейшую дрель и вывернуть колеса в обратную сторону как мы это сделаем так просто утру вот здесь и вот так вот мы их здесь кстати ключ на 14 мужики и вставлен просто гвоздь в одну из шлицов он попал зафиксировал для удобства вращения чтобы вот так вот не вращать от 1000 киловатт и несколько там доли секунд и колеса вывернуты как-то так выворот сумасшедший получается выворот сумасшедший радиус разворота будет примерно метр ну где-то метр примерно вот если брать от заднего колеса я не не говорю от дальнего колеса я беру вот самый меньший радиус самый больший мы потом посмотрим самый меньший будет метр диаметр 2 но это при этом также вот эти все моменты и вещи сейчас так настроены что тяга не уходит в отрицательный угол туда чтобы колесо не закусило но это так нужно делать вот как-то так включаем мужики дрель ну одной рукой держу телефона другой рукой вращаю при этом еще и нога помогает как-то так примерно примерно так серединочка все хорошо это тяга снимаю все заметили да что нет переходов снимаю все с первого мужики дубля с первого кадра вот регулируемая между колес нерегулируемая регулировка там уже настроена все так как нужно следующее что будет делаться шестерочный вал короткий семерочный длинный поэтому придется вот это обрезать и укоротить на нужную мне длину но это после того как установлю уже двигатель двигатель по-другому но никак ну а станет двигатель станут ремни вот так что все по порядку все поэтапно но по большому счету я уже это все показывал в прошлых видосах мужики про постройку своего мини трахтарка вот кому непонятно что еще сейчас говорил переходите на канал и смотрите более подробные такие обширные со всеми элементами моментами пояснениями видосы да и некоторых бесят бесят мои слова паразиты как-то так шикардос видос и все остальное скажу честно мужики идите в жопу вот это моя фишка также какие перевернутые перчатки пупырками вверх не нравится не задерживаю и так дальше некоторые спрашивали про линейки продаются они такие нет мужики такие они не продаются я их сам просверлил с одной стороны просверлено каждый сантиметр с другой стороны просверлены каждые пол сантиметра 50 это на 30 спрашивали там чем размечаю вот разметчики друзья это не обрезанный штангенциркуль это разметчик продается на алиэкспрессе это по металлу для чего просверлено сейчас объясню может быть кому-то пригодится а пригодится это по-любому поверьте мне по-любому потому что вот у меня такие ходовые 30 50 и еще угольник вот такой большой да где это тоже недавно буквально недавно его засверлил потому что это очень удобно есть еще один не засверленный есть линейка на 50 не засверленная также есть на 30 линейки метровая линейка и мужики линейка на полтора метра вот метр пятьдесят вот но я тоже ее засверлю точно так же как и вот эти для чего объясняю так для чего же я их просверлил вот сверлил сверлышком 3 миллиметра мог конечно засверлить миллиметровым 2 миллиметровым там любого размера до трешечки да ну здесь остановился на трех миллиметрах для того чтобы через это отверстие проходил шуруп ну как догадались да если шуруп проходит значит что можно использовать вместо циркуля также можно при разметки при разметке не целясь не выцеляясь какой-то нужный размер то есть взять от какого-то от какого-то расстояния взять сразу десяточку ставлю сюда керно здесь уже на керне но но это неудобно рукой но тем не менее тем не менее в 13-13 это где-то отметил всю если нужно перевернуть мне не видно да вот я здесь 13 переворачиваю здесь целая полоса здесь 0 5 так сказать засверлены то есть линейка двухсторонняя что это что это хотя она уже подвозношена и стерта но это очень-очень мужики удобно особенно в этот угольник вообще капец как удобен цифр конечно уже так практически не видно но тем не менее на нужном расстоянии размере даже вот так вот отчертил сдвинул линию через центр отверстий пропустил щелкнул все отмечено там где нужно но это как-нибудь я покажу когда буду делать навеску там конкретно по этим вещам мужики я покажу это мега удобно так ну вот взял кусок двери от шифонера она у меня тут лежит я на ней выставляют то двигатель то еще там чё вот шурупчик небольшой нужно просверлиться да тут понятное дело нуля нет но можем взять от единицы и выставить нужный размер если беру от единицы на десятку то есть ставлю же на 11 хотя можно и все 30 влупить поставив на 05 кто в теме те поймут с полуслова здесь 05 здесь 35 вот это будет расстояние ровно 30 но тем не менее давайте вот сейчас шуруп да без разницы чего угодно можно даже просто тупо взять шило шило вот так вот поставить и тупо придержать линейку ну я снимаю одной рукой я сейчас просто тупо шурупчик закручу в любом месте это чисто показать элементарно ходить здесь хоть хоть где не без разницы так ну вот мужики закрутил на 16 отсюда сейчас и до сюда возьмут единица а здесь 16 радиус 15 диаметр должен быть 30 то есть беру маркер вот так ставлю мужики в единицу рисую круг смотрите надо поменьше пожалуйста где уже маркерок такой то ли засох то ли замерз еще надо еще пожалуйста можем мишень нарисовать высох уже здесь поменьше или поверхность такая я думаю понятно для чего вот эти вещи также можно не только через отверстие до пускай где-то чё-то куда-то как-то упереть можно тупо вот так просто линейку в него упереть поставить и вот так вот нехитрым таким образом просто провести линию сейчас я поставлю на штатив и очертить угол но я думаю видно чем с маркером замерз или высох вот шуруп центр да смотрим что у нас тут такое такое подходящее что-то не хочет рисовать совсем то есть вот уже нарисовался какой-то срез я думаю понятно для чего у меня вот эти вещи также 10 14 20 все она бьет мужики но и не бьет точно по центру 10 10 15 20 22 сейчас сниму телефон и покажу если будет видно бьет точно по центру 20 22 где там еще бил 15 раз попала в круг вот да где угодно не угодно девятка точно бьет в центр вот я просто упер шуруп это по маленькой также по угольнику и по всему остальному не стесняйтесь сделайте себе один раз и просто не нарадуйтесь плюс видно все это прекрасно особенно когда если прочерпить линию сейчас про и нарисую вот нарисовал линию потом вот так просто тупо с без сдвигаю и ловлю центр то есть видно где центр идет этой линии вот и на любом расстоянии на ком не нужно я и я просто делаю метки я не смотрю на шкалу я смотрю только на цифры как то так опять слово паразит так с этим разобрались дальше что хотелось бы сказать мужики я наверно перехожу на канал дзен целиком и полностью потому что что это явление будет временное собираюсь купить себе токарный станок на дзене дзен монетизируется у меня сейчас там получается в месяц где-то около 5-6 тысяч рублей дохода вот хочется токарный станок приобрести и все основные видосы будут размещаться там поэтому переходите по ссылочке в конце видосом подписывайтесь и помогите мне его раскачать и немножечко так сказать приблизить этот момент покупки токарного станка вот поэтому на ю тубе будут небольшие анонсы о том что есть видос но видосы основные все будут на дзене явление повторюсь временное пока я не приберет у станок токарный как бы такие вот моменты если кто-то желает помочь напрямую в описании под любым видосом есть реквизиты рад любой любой мужики буду помощи вот как-то так так что не обессудьте не обессудьте но вот так вот я решил ничего тут страшного ужасного и нет я думаю многим я помог многим было интересно ну я никуда не теряюсь опять подписывайтесь и оставляйте комментарии мужики на дзене вот как-то так ладно всем пока с вами был санек скоро увидимся